Как укоренить хризантему из букета в домашних условиях? Основной способ размножить хризантему – черенковать ее. Цветок хорошо поддается разведению этим методом. Им можно воспользоваться не только для укоренения черенков, взятых с домашнего куста, но и для экземпляров из букета. Даже начинающему садоводу под силу провести эту процедуру. Чтобы размножать хризантемы, нужно совсем немного усилий и терпения, и тогда еще вчерашняя невзрачная веточка превратится в красиво цветущий куст. Какой цветок подойдет? Импортные цветы для букетов проходят обработку специализированными средствами и растворами, которые не дают им пускать корни и увядать раньше времени. Для подготовки жизнеспособных черенков подойдут только отечественные экземпляры из местных оранжерей, а не привезенные из-за границы. Укоренять цветы можно сразу или после того, как цветы несколько дней постоят в букете, украшая комнаты и радуя взгляд. Для черенкования лучше всех подходят корейские сорта с мелкими цветками, которые быстро опускают корни. А вот индийские потребуют больше усилий. Как укоренить хризантему из букета в домашних условиях, как и выбрать веточку для проращивания, как размножить хризантему черенками из букета и с чего начать. Сперва нужно подготовить подходящий экземпляр, причем выбирать нужно из букетов наполовину одеревенелые стебли. Отростки по бокам главного стебля считаются самыми жизнеспособными и прекрасно подойдут для размножения. Выбранные для размножения побеги должны быть вырезаны из главного стебля, такие отростки смогут лучше укорениться. Но нужно оставить небольшую пяточку на конце, немного от основания главного стебля. Далее на заготовленных побегах рекомендуется убрать все листья, кроме двух-трех верхних, которые обрезаются на треть. Это нужно для стимуляции роста корней. Чтобы будущий куст хорошо ветвился, верхушку рекомендуется прищипывать. Оптимальное время для проведения укоренения – зима или поздняя осень – в ноябре, январе или феврале. Главное – выбрать подходящий стебель и высадить именно в этот период. Выращивание хризантемы из черенка пошагово из подаренного букета возможно после изучения технологии, представленной ниже. Важно, огрубелые и толстые побеги со множеством узлов не дадут корней. Как укоренить хризантему из букета в домашних условиях? Узнав, как вырастить хризантему из подаренного букета в домашних условиях, даже у начинающего цветовода все получится с первого раза. Черенки можно сажать сразу в клумбу или горшок. Выбор места зависит от времени года. Но сперва приготовленные для размножения растения нужно прорастить в сосуде с водой. Она может быть фильтрованной или кипяченой, а чтобы в ней не размножались бактерии, рекомендуется добавлять активированный уголь. Перед тем, как приступить к высадке растения в землю, нужно сначала 3-4 часа продержать их в специальном растворе корней вина или гетераускина. Это своего рода помощь корням, чтобы они быстрее проросли. Перед посадкой нужно подержать в растворе корней вина состав грунта и посуды. Саженцы нуждаются в большом количестве питательных веществ. Для их интенсивного роста опытные цветоводы рекомендуют в почву добавлять перегной, перепревший компост и небольшое количество нитрофоски. Растениям также нужен питательный грунт. Подойдет купленный в магазине для обычной рассады. В землю с огорода лучше добавить перлит и вермикулит для рыхлости. Можно также смешать их с торфом для быстрого укоренения черенков хризантемы. Обратите внимание, посуда для саженцев должна быть не меньше 30 см в восточной долготеаметре, так как корни цветка растут вширь, растилаясь неглубоко от поверхности. Поэтому лучше отдать предпочтение широкой посуде с неглубоким дном. Правила посадки черенков Если хризантема дала корни в вазе, как посадить черенки? Такие цветы проще всего выращивать. Когда длина корней достигнет 0,5 см, их можно из воды пересадить в приготовленную землю. Если передержать, то корешки быстро начнут сгнивать. Сначала нужно засыпать немного приготовленного субстрата и поставить на него проращенный побег. Черенок рекомендуется углублять не более чем на 4-5 см. Далее его присыпают почвой, немного утрамбовывая, а потом обильно увлажняют водой. По саженному цветку нужно создать условия, как в теплице, накрыв пакетом из полиэтилена или установив сверху прозрачный колпак. Поддерживать такой климат нужно 14-15 дней. Важно, чтобы не было переизбытка воды во время полива, заранее на дно емкости нужно выложить дренажный слой, а уже потом закладывать почву. Дальнейший уход. Цветам в процессе укоренения нужно теплое солнечное место. Дома лучше поставить их на окно, выходящее на запад или восток. Чтобы черенок не погиб от прямого воздействия солнца и перегрева, не стоит выбирать окна с южной стороны. Обратите внимание, северное окно или слабое освещенное место тоже не совсем подходит для комнатных кустов. Полив хризантемы, потому что при нехватке солнечного света растения начнет увядать и погибнет. Полив и подкормка полив хризантемы в процессе укоренения нужно проводить по мере того, как начнет высыхать верхний слой почвы. Земляной ком нельзя пересушивать и переувлажнять. При появлении первых листьев проросший черенок можно начать подкармливать специальными средствами, чтобы он быстрее нарастил корневую массу. При применении азотных удобрений главное не переусердствовать. А если в земле для посадки содержится достаточный объем торфа или перегноя, то от них и вовсе можно отказаться. По прошествии 14 дней после того, как вырастут первые листья, черенок можно подкармливать с использованием смесей минерального состава. Для этого хорошо подходят любые удобрения для цветущих растений. Можно воспользоваться рекомендациями опытных садоводов и применить смеси органических удобрений уже из-за подкормок минерального состава, которые нужно сыпать под корешки либо по листве. Обратите внимание, для первых нескольких процедур лучше разводить растворы слабее, чтобы корни не получили ожог. Постепенно можно увеличивать концентрацию до рекомендованной в инструкции. Букет подаренных хризантем поможет упросить не только комнату, но и цветник. Если черенок укоренен правильно, будущий куст еще много лет будет очаровывать своим прекрасным цветением. 00VoTarticleRating 00ВоTarticleRating 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 00-ВоTarticleRating